В связи с событиями последних дней, в частности, из последних событий, это 21 сентября, объявленная частичная мобилизация, произошел очередной всплеск эмоций среди не совсем адекватной публики. Я все время думаю, это не публика адекватная, а все-таки, насколько сильно управление этой публикой со стороны их кураторов. Вообще, мое мнение на тему управления обществом и его отдельными категориями, такое достаточно взвешенное. Я считаю, что если существует общество, то оно обязательно будет управляться, иначе это будет не общество, а хаос. А раз оно управляется, значит, применяются какие-то специальные методы его управления. Не надо быть наивными и думать, что мы сами по себе, а власть это сама по себе. Власть как раз-таки на то и нацелена, чтобы управлять нами. Они с этого получают дивиденды, они с этого получают преференции. Соответственно, их задача делать, чтобы наше пребывание под их властью было наиболее безопасным. И для власти, и для... Ну, в глобальном плане, для развития государства и общества, в котором мы находимся. Ведь развивать общество можно только тогда, когда оно... Идет по нарастающей, а не по... Лихоманится вокруг каких-то определенных позиций, вверх-вниз. Так что, вот эти все проявления управляемого протеста, управляемого негодования, это всего лишь элементы информационной войны. Она есть и будет. Нашу власть регулярно ругают за то, что она проигрывает в информационной войне. Но ведь мы смотрим результаты этой войны где? Мы смотрим результаты этой войны на так называемых вражеских площадках. И что мы хотим? Чтобы на вражеских площадках наша власть побеждала наших врагов? Забавно и смешно. Даже если власть и его медийная часть будет активно бороться с противником на этой площадке, ну, прежде всего, во-первых, площадка заблокирует такое действие. И, во-вторых, не надо забывать, что все-таки информационные площадки Запада превосходят количеством. Ну, а по степени влияния на свою аудиторию, они давно превосходят наше влияние на их аудиторию. Так что ничего удивительного в этом нет, что на Западе живут своими мирами. Мы живем своим миром. Единственное, что не хватает и будет долго не хватать, это нам в своих информационных площадок, на которых мы без проблем затопчем нашего противника. Когда это будет? Да и надо ли нам это? Нам это, конечно, надо. Надо прежде всего, чтобы не было дезориентации нашего сообщества. Ведь его очень легко дезориентировать и заставить думать, что в мире именно этак, а не так. Ну, предыдущие годы утраченной самостоятельности, утраченной самодержавности, утраченной самобытности, они привели к тому, что мы, раскрыв рот, по-прежнему разглядываем, что о нас рассказал Запад. Хотя то, что он рассказывает, можно, как сказать, даже к бабке не ходить, знать заранее, что он про нас расскажет. Но нам все равно интересно это услышать, увидеть и откомментировать. Вот такие краткие мысли по поводу информационного противостояния сейчас в сфере, которая нас окружает. Как-то так.